На все Владосибирцево 74 не смогли разъехаться два автомобиля. У каждого водителя своя версия произошедшего. Этим утром дорогу на повороте не поделили два японца. Рулевой Toyota Premium движется по все Владосибирцево в сторону капитана Шефнера. До заветного спуска остается всего один поворот. Рядом держится Субарик. Дальше на дороге между машинами происходит что-то невнятное. И они неплохо притираются. Вот только кто кого не пропустил до конца непонятно. Ведь каждый водитель стоит на своем и просто уверен в собственной правоте. Получается он проехал дальше. Проехал дальше и начал поворот налево. То есть не с крайней левой полосы. Ну то есть двигался слева, но проехал дальше. Получается мы с ним параллельно повернули налево. Ну и он начал разворот налево и врезался мне в правую сторону. А вы с владельцем разговаривали и про это что он сам говорит? Ну когда он вышел он сказал конечно я разворачивался просто. Но сейчас подъехал отец уже версия изменилась. Версия уже стала что он просто ехал вниз, а мы как бы его подрезали. Парень уверен что причиной аварии стала банальная спешка его оппонента. Ведь стоило всего-то подождать несколько минут. И Субар без всяких препятствий двинулся бы дальше. Но вышло так как вышло, как считает рулевой Тойоты. Подоспевший на выручку к своему сыну Субаристу, отец меняет версию случившегося. И владелец импрезы говорит уже другую версию. Нам он тоже поведал свой вариант событий. Мне не дали завершить маневр. Обогнали, тиранули. А вы с какой полосы поворачивали? С крайней левой. То есть все по правилам? Все по правилам. То есть видно даже то, что он левее меня двигался, то что скорее всего он пересек двойную сплошную и задел мое крыло. Тут же видно у него по всей правой полосе повреждения, а у меня только на крыле. Каждый утверждает, что правила дорожного движения нарушил его оппонент. Но судя по расположению машин, возможно в словах владельца Субару есть доля правды. Повреждения у обоих авто средней тяжести, у премию остались царапины по кузову. И отошел бампер, который теперь уступит место новому. Субарик тоже лишился прежнего лопнувшего от контакта с Тойотой бампера. Сейчас стрелочники ожидают сотрудников ГАИ, которым предстоит определить, чья страховая компания возьмет на себя удар по ремонту авто пострадавшей стороны.